так продолжаем подземелье шатер пиксель данжу пейца ежедневное подземелье так это у нас что это у нас искажение ловушка сделан из странной магии не собака не произойдет самых разных существ на это место оно нам надо я думаю что не особо давай этих слегка толкнем пускай проснулся как ты больно бьешь просто трындец какой-то так у нас паха пачу там и вообще сильно просили чего у нас по идее к нам гости инвизи пилите не успеешь не докумешь но и лови так забираем грифель сажмоз грифель грифель забираем призыв наверно нам не актуален будет пока что у нас 252 вордулак или как они там называются вордулака вордулак вордулака у нас 2 ловушка прям сходу и еще одна ослабляющая красота две ловушки подряд сундук непроклятый не холода переход на следующий уровень огонечек цветок улучшения есть ослабляющая ловушка есть кольцо цепля кольцо богатство богатство это хорошо мы можем его сейчас дети немножко побогатиться правда этот уровень богат на эти на кольцо стихий поэтому такое себе так снять если что мы снимем проклятие с кольца делаем ее деле замечательно она не проклятая продолжаем видим огонечка погонясь конечком лучше драться в воде поэтому идем в воду и ждем пока он подползет либо если у нас не видит просто убирать его на расстоянии еще один огонечек то же самое либо драться с ним в воде либо убирать на расстоянии чтобы он нас даже незаметима да еще два вруталлака их бы в идеале на этот вытащить на угли но они в милишном бою очень больно убить будут у нас доспех еще слабенький плюс сила шоу шестнадцатая сила шестнадцатая это хорошо так смотрим надели орудно зачарование смотрим на бегунок андоспех скорее всего шестнадцатый смотрим на пластилиновую обычно она тоже тоже скорее всего шестнадцатая мы можем конечно их прозвонить но нам нет особого смысла убираем этих двух самое интересное мы разделили и 2 и нам а за двоих дали опыт это интересно всегда же за 1 вот дают опыт а тут за двоих дали и еще из золота ну золото понятно что за них периодически падает но сам факт конечно удивил ладно бывает так продолжаем учет принципе надо идти дальше хотя у нас 3000 можно закупить торговца еду например два рацион чека взять у него урезанных дротик обязательно взять адреналином и с него надо снимать адреналин зелье очищения можно взять тоже моего грейданем у нас будет у нас двое так это очень плохо что они сюда пришли но хорошо что не маг пришел сюда поэтому нам на них все равно пути почему доспех важнее чем этот весь мусор диапазон обязательно стоит брать то снова убийцы тупо на расстоянии всех будешь любить свиток опознания свиток рассеивания проклятий так у нас алхимик источник мудрости алхимик на 14 в принципе можно сбегать до алхимика зелье исцеление зелье очищение очищение берем зелье исцеления также берем благо мы без испытаний играем для нас это берем карту обязательно потому что она понадобится позже все деньги закончились но осталось 34 монетки продолжаем перекусили можем в принципе прозвонить может быть нам повезет не факт конечно нас и мы сон проживаем например россию не проклятие конечно неплохо но у нас нечего рассеять давай антимагия иммунитет к магии на любые чары потеряли над вами всякую власть вы совершенно не резина для магии данный эффект позволяет подавляя действия любых вредных и полезных магических эффект включая проклятия очарование палочки свитки кольца артефактов количество ходов 20 улучшенные кольца и перезарядка артефактов ладно продолжаем двигаться у нас еще двор в чернокнижник правильно по двор в чернокнижник в миличном бою не сильный но в дальнем бою это просто тройники рекомендуется бить именно в мили еще двое ребята которые идут к нам в гости думают что они их четверо 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 это очень больно так нам исправились с меньшими потерями ах ты ешкин матрешки мы сейчас же встанет зараза и он будет вставать пока эти двое живы то есть нужно его оттаскивать от от этих двоих водолаков которые здесь находится чтобы он их не видел чтобы они чтобы и вообще можно было убить вот 5 опыта за 1 нормально красота а так нам за двоих 5 опыта дают если их вместе убивать я думаю надо посмотреть что у нас по свиткам свитков улучшения 4 то есть мы в принципе можем чернокнижник чернокнижник а в большинстве случаев падает зелье разные а тут там выпало не только зелье за счет кольца богатства тут самые тяжелые зелье силы нам выпало еще одно нажимаем его выпиваем обязательно прозваниваем пол чтобы не попасть в ловушку потому что попадание в ловушку для нас зачем хорошим не кончится есть палочка она называется дезинтеграция берем обязательно мы проголодались вот опять же на 16 силы в принципе одеваем доспех зачарования но но если он нулевой то он нам бесполезен будет это его можно по сути продавать у нас есть ключик найти куда ему запихнуть теория здесь вот сбоку да что-то еще важно быть дверь дверь нашли еще один ключик смотрим сундук сундук пустой берем золото перекусываем в принципе нажать мистическую энергию пускай перезаряжает двор фуманах достаточно тяжелый экспонат если выбить его надо бить и во-первых на рынже и смотреть чтобы он ничего на себя лишнее не повесил называемый контратак вот опять же он идет на нас у нас пока еще ничего не активировал чтобы с ним делать наша задача от него просто избавиться потому что это самый простой способ сейчас сфокусироваться этот монах полностью точен на свою цель и похоже он предугадывает каждое и движение очень далеко этом как оно происходит пока он сфокусирован следующая атака против него гарантированно будет промаха неважно при каких последствиях парирование атаки монахом будет стоить монах фокусировки ему просто вновь собираться для парирования еще одно и такие монахи быстрее фокусируются в движении соответственно нам нужно просто от него избавиться потому что мы мили мы физика мы его просто не убьем нам нужно его либо скинуть что лучше всего поэтому просто тащим его за собой и скидываем его с обрыва желательно чтобы он нас не потерял видим 2 бурдалаков но они не самые сильные противники но их стоит видимо льда это мороженое элементарис никогда не деритесь со льдом в воде это просто мазохизм с ним надо драться он всегда дропает зелье холода как элементарь огня зелье огня у нас очень слабая физика нам нужна усиленная физика усиливать свою физику у нас есть палочка дезинтеграции теперь благодаря палочки дезинтеграции мы в принципе можем что-то дистанционно попытаться вот опять же мы нашли ловушку стражу достаточно сильные ребята особенно на высокого уровня рекомендуется заранее узнавать об этих ребят чтобы не возникало лишних сложностей мы нашли латную броню метаболизм это очевидно проклятая броня но мы будем ходить в ней наша задача узнать теперь насколько она мы будем ее скорее сейчас зачаровывать мы даже с метаболизмом мы будем ходить в латной броне зачарование упала остался метаболизм метаболизм упал нет доспех для нас тяжелый прозваниваем доспех смотрим на сколько он для нас латная броня плюс 5 то есть она была плюс 1 сейчас она для нас плюс 5 отлично продолжаем движение видим еще и ребята вот теперь с ними можно драться в мели не особо сильно переживаю то что они нам что-то как-то ударит или не додавит кольца все опознали у нас мы сильно голодны рекомендуется магов очень опять же огонь рекомендуется прозванивать местный что случайно не наткнуться на какого-нибудь опять же огненный элементарь его лучше убирать дистанционно либо вплотную вот убрали все закончился элементарь потому что если вы будете с ним драться в мелье он вас подожгет либо просто драться с ним в воде вот опять же мы видим творф монах достаточно сильный физик если у вас слабая броня с ним нельзя драться в мелье его нужно бить только дистанционно но у нас есть грозовая ловушка но у нас также есть вода но она слишком далеко мы можем его вытащить на ловушку вынудить подойти к ловушке тем самым он будет вынужден с нами максимальный бейте с ним дистанционно если он сфокусирован то лучше с ними не драться по крайней мере это элементарь энергетически так называемый с энергетическим элементарем нельзя драться в воде потому что вы просто получите хреновую тучу урону да он еще и ослепляет на пять ходов так чтобы вам не скучно было видимо пока он к вам подойдет он также маг его лучше желательно убирать дистанционно потому что маг это маг все таки ваша броня которая у вас латная плюс сколько то она только физики защищает а против магов вам будет очень тяжко есть кольцо конечно которого у нас данная присутствует но она всего лишь 31 процент и не факт что она вам посчастливится заблочить опять же нас двор в чердак нижник накинул свой дебаф потрепан очень сильный достаточно дебаф у него от него нужно просто избавляться максимально быстро потому что он нам по сути говоря сломал броню у нас броня сейчас плюс 4 хотя до этого была как урон меча у нас меч плюс 6 броня плюс 5 а он нам и сломал поэтому таких ребят лучше держаться подальше если есть возможность убивать дистанционно он ушел у нас пиранье есть опять же но у нас слишком маленькое это пиранье мы сейчас просто так как оп раз два пиранье проснулась ждем пока она активизируется но она нас не видит видимо увидела и вот так вот три оп и все и забрали загадочное мясо что делать загадочным мясом ищем с семи ледяной лилии если она у вас есть и вы не играете без испытания растений берете вставить и загадочное мясо выложить и что-нибудь бросаете в лилию сам цветок все теперь у вас замороженное мясо это гейзерная ловушка она сделает для вас в воду очень полезная ловушка за вот этой книжной полкой в большинстве случаев что то есть ваша задача ее открыть ее открыть можно и с такими способами это в основном огонь огонь либо взрыв ужас телепортация смея опять же но мы пока открыть ее никак не можем двор в чернокнижник он подошел он нам дал зелье холода опять же вот опять же элементарь огня что надо делать либо искать воду и драться с ним либо еще лучше через инвиз его убить либо не через инвиз а максимально по сути для разбойника либо вот убийцы в нашем случае убивать его только через инвиз самый быстрый способ потому что любым другим классом его лучше бить в воде за исключением иммунных к магии к магии опять же прозваниваем местность смотрим если ловушки чтоб случайно на них не попасть вот смотрите камень взрыва нашли сейчас будем прожимать камень взрыва взяли камень взрыва бросить и нашли камень зачарования еще один у нас хуже три штуки мы видим опять элементарь огня он нас не увидел но тут же двор сфокусированный монах самый простой способ от него избавиться это во-первых сбить с него этот парирование он кстати дважды атаку выпущу и потом просто уходить в инвиз либо не уходить в инвиз а тупо зажать его в дверях двери работают двери по сути это ваши лучшие друзья энергетические сильный экспонат очень больно бьющий ледяной ледяной он замедляет у вас скорость атаки скорость удара то есть достаточно сильный экспонат я предлагаю зачаровать сейчас посмотрим что нам повезет нам тему удались не ошибаюсь класс это для для роги тьма это прям ух то есть нас тупо не увидит прочитаю на наносит начертание руна тьмы доспех на который для сена это руна разбывает очертание владельца делая его менее заметным то есть по сути говоря меня не увидит практически и чем выше зачарование чем 7 больше вероятность того что меня не увидит да 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 спасибо спасибо всегда мечтал опять же можно в принципе убрать стражи но они нам не актуальны потому что у них большинстве случаев оружие они дропают носит с собой разное оружие я даже зачарован поэтому они нам не актуальны очищать нам очищать нечего нам нужно найти алхимика алхимический котел еще его здесь нету может есть источник мудрости источник мудрости стоит плюс 2 это сорок три процента вы считаете 85 сотых кольцо удачи хорошее кольцо но но ситуативное его не стоит кредит если вы не уверены опять же кого мы видим дворф монах что мы с тобой делаем правильно скидываем в пропасть ты меня видишь ты меня не видишь ты не должен увидеть увидишь меня он мне не видит тут вот о чем и речь причем это руны темноты делает очень сильная руна особенно если вы играете за класс который которому не нужно чтобы его увидели то есть он нас уют только потому что я захотел чтобы он нас увидел вот мы он потерял след о ты меня видишь чудо подбросили пускай он полетает по сути раз улучшенные кольца либо дальность хорошо как говорится 10 клеток это достаточно много но кольца на 9 ходов конечно ты классная как говорится ищем алхимики вы заинтересованы в алхимике видим много растительности значит у нас будет главное на огненный элементальный попасться потому что если много коррозии очень опасная вещь не лучше спаливать опять же почему вы попали под коррозию потому что мы не прозвонили местность которую видно впереди мы опять же видим двор фу монах достаточно тяжелый экспонат но он нас не увидел потому что у нас стоит во первых бесшумные шаги во вторых доспех темноты опять же персонаж проголодался тут в идеале сделать все тут еду которая будет давать ему максимальную сытость опять же ее надо найти вот почему лучше всего замороженное мясо но есть шанс того что он удаст эффект в данном случае нам дали эффект от мистического обеда бурдюк стоит собирать если вы играете конечно без испытаний конкретно без росы разваливать все стоит потому что если вы случайно наступите в ловушку вот например в огненную ловушку поджигающую заставьте лучше наступить вот этого плохо и так вы попали получается под огонь достаточно тяжело но вы скорее всего сгореть потому что огонь перекинется сейчас дальше и вы просто то что могли пролутать вы не пролутаете соответственно нужно было делать что нужно было закрываться вместе с ним в комнате все ваш ваша роса как говорится и замороженное мясо кстати тоже сгорел если вам нужно было тупо от него избавляться от этого замороженного мяса сейчас тут все сгорит все что лежит все что как говорится роса прощай нам еще повезло что не фу уровень чтобы так бы роса прощая был бы по сути было замороженными стала прожаренная поэтому лучше все и делать замороженное мясо что надо было сделать чтобы так не сделать где-нибудь отсюда вот стоять и стрелять него он был загорелся мы бы ушли в инвиз и просто от него свалили бы а так получилось что ловушка сработала и подожгла тут площадь вот опять же магия очень опасно опять же этот спящий учитывая то что он спящий к нему можно просто спины подойти ударить но сын виза где-то у нас это написание вот убийца может убить врага спать на здоровье ниже в нашем случае при уровне подготовке 4 четверка сто процентов то есть по его по идее можем ваншот ночь то есть к 4 это получается зеленый желтый оранжевый и красный то есть мы ваншот им врага внизу из того кроме босса соответственно наносим достаточно много урона поэтому на локации с травой лучше не поджигать не использовать огонь локации с травой лучше фармить травинку росу если у вас есть троса и возможность запихнуть все в бурдюк опять же персонаж проголодался кушаем они нас не увидели мы нашли мистический сад хорошая ситуация называется в тени вырастрелись в тенях вас не видно а ваш метаболизм замедлен в этом состоянии враги не атакуют и не преследует вас атака или использование маги например свитка или палочки немедленно развеять невидимость вдобавок вы можете дольше обходиться без еды и вас эти стенях пока не покинете их или враг не наткнется на вас вот если прям критическая ситуация можно истине играть тут постоянно красный этот был бегунок у вас особенно если вы за рогу играете и вы его просто хлоп кого-нибудь хлоп красный бегунок набрали хлоп резанули например сейчас я пока продемонстрируем он проснулся давай но вот а вот например взяли у меня увидел как он это сделал но не суть важно факт том что вот он в дверях стоял вот он нас видит сейчас у нас тоже видит потому что мы к нему в одну клетку стоим или все мы от него просто скрылись а мы при этом ничего не до этого не делали они просто убежали от нас в любом могли их резануть если через инвиз дополнительно кольцо богатство стоит одевать качаетесь фактических ситуациях он сможет его переставить на кольцо стихий вы опять же немножко проголодались персонаж видимо постоянно голодает опять же кого мы видим мы видим двор фа монаха но мы также видим и пропасть думаем как от него избавиться сам простой способ встать вот в эту дверь у нас наверняка увидит мы его просто стиль что касаемо этого принцип тот же самый но его можно убить дистанционно он за счет того что большое существо голем его можно убить копьем любым оружием с досягаемостью как написано это оружие имеет повышенную дальность атаки опять он нас не видит то есть мы его можем просто резануть разочек хотя голем достаточно толстый мужичок у него в 70 хп что нарезануть то есть и достаточно много для всех классов очень опасный персонаж он если нас увидит он у нас будет кидать магию лучше не рисковать но опять же он видимо завис что у нас дополнительной скорости нет он видимо завис что я рекомендую в этом случае учитывая то что у нас кольцо богатство одета рекомендую просто через инвиз и вырезануть возможно что-то вам стоящие с него дропнется опять же еще один двор в монах от него таким же образом можно избавиться только в этом случае надо его обогнать чтобы он улетел вниз туда вот в часть а вы в дверях будете стоять главное не дать ему сфокусироваться от этих можно также избавиться было скинув вот опять же двор в монах он думал что он самый умный а мы его берем и полетели всего избавились качаем меч подходим с инвиза большую часть хп с него сняли остальные остатки самая безопасная это вода она будет очень опасная если вы против электрического ледяного дерева поэтому по сути самая безопасная вода плюс можно скорость на ней разогнать есть такое умение поэтому если вы походите по воде можно сказать что безопасность опять же голем вот кстати надпись написан големы все же слишком велики что поместиться в переходе на дворфу компенсирует наделив их новыми магическими способностями големы способны телепортироваться в одно из помещений в другое а также могут телепортировать врагов к себе если те находятся в зоне их досягаемости голем нас не видит что мы можем сделать мы можем вынудить его нас увидеть поменяться с ним местами очень хитрым способом только не с этим а вот с этим так у нас три врага одновременно нападает что мы делаем учитывая то что у нас голем не должен видеть голем улетел убираем мага в первую очередь в большинстве случаев у стоит убирать именно мага на выпили зимой лечение не стоит рисковать лишний раз ваша задача в подземелье выжить лучше убегаете в будьте трусом но выжить опять же мы его видим наша задача чтобы он обошел у нас он нас обошел мы его привлекаем чтобы он нас увидел только мы его поздно привлекли ему убежал уже куда убежал то вот опять же темнота чем сильнее грейд темноты тем лучше сюда потерпортировался голем которого с которым мы дрались и у него двуручный живой статуи двуручный меч молнии это достаточно сильное существо с двуручным мечом это прямо ух это если не ошибаюсь двуручный меч это 16 по силе поэтому с ним драться еще нужно так учит то что два соперника не стоит стоит их разделить опять же меня один увидел второй меня нет не увидел сам простой способ избавляемся от 1 и ловим 2 за хвост чтобы он не убежал опять же он зараза за этим у нас увидел этот сфокусированный мало мы не будем драться в того в толпе мы будем если драться то будем драться явно не в толпе мы одного скинули и 2 туда же все нам не нужно с них побеждать там что-то выпилилась наша задача от них избавиться вот этот двуручный меч молнии очень сильный и это я не даже не знаю как выбить если честно по идее у каш хотелось бы шлепнуть но я боюсь что мы не справимся а грим этого человека учитывая то что он достаточно сильный просто ждем нужно знать чтобы он чтобы отагрился монах он ушел мы убили этого это опять же монах согрался на нас но нам это не принципиально потому что он монах слишком глупый когда есть рядом пустота и палочка взрывной волны вроде называется ее стоит максимально использовать наша задача на следующем уровне найти во-первых алхимика и без а потому что если вы не найдете без а у вас не будет торговца поэтому ищите без а везде и выполняете его задание вот это страж его пройти можно двумя даже несколькими способами даже больше можно через цепи пройти можно пройти через зелье ускорение это левитация вот зелье ускорение нажимаете пробежали подняли нам взяли силы дали прибежали прибежали выпили красота смотрим сила 18 красота можно пройти через этот через кольцо ускорение но это в других видео будет можно через кольцо через кольцо а через этот через камни перемещение кинуть куда-нибудь вот сюда вот перед самим стражем часовым пройти страж бьет очень больно в общем и целом если у вас есть скорость вы очень много можете делать поэтому скорость одной из самых сильных он по нам ударил три но нам с голевом драться нет особого смысла поэтому мы просто резонем и он нам дал двуручный меч молнии второй двуручный меч молнии то есть с них падают даже граждане вещь это благодаря кольцу богатства что мы нашли алхимика мы ищем алхимика прозваниваем местность смотрим сундук сундук это хилочка красный голем резанули и нам за големов опыт еще идет сейчас очень мало нам дают опыта за кого-либо на высоком уровне поэтому нам очень важно чтобы нам капал опыт лишние вещи перекидываем на следующий уровень потому что они нам сто процентов не понадобится например как факела нашу нам не понадобится высоким процентным шансом как и кольца потому что нам мы скорее всего им превращать но для этого нужны свитки превращение которых у нас нет текущего это все надо я продать даже наверно с копьем видим голема но у нас не видит поэтому пока видим чернокнижник который смотрит нашу сторону это очень плохо потому что в большинстве случаев у чернокнижников зелья падает если мы его скинем мы не получим зелье потому что зелье при падении разобьется плюс дорога неизвестно какая еще здесь вот в этой местности в полу там могут быть ловушки не ложки без на моего лучше обойти нам с ними не надо драться потому что чем выше уровень тем цифра выше тем больше вероятность ловушек и ваша задача максимально наша тех людей которые играют с минимальным количеством телодвижений убирать максимальное количество мобов видим опять голема но мы понимаем что у нас плащ не откатился нам нет смысла с ним драться мы с ним можем подраться но для этого берем дротик адреналиновый мы очищаем то что читаем это дротик перед веществом основе скорополоха которые увеличивает скорость передвижения и атаки союзников или ненадолго снижает скорость передвижения врагов это с одной стороны хороший дротик но с другой стороны он на союзников у нас не так часто везет а вот врагами это неплохо работает в принципе можно оставить но самый главный дротик это парализующий эти дротики покрыты веществом на основе земно земляного корня на некоторое время парализуют жертву парализуют а паралич это хорошая вещь то есть взяли парализовали убили нам зелье ментального зрения далее опять же мы знаем что вот здесь вот есть переход но мы туда не идем потому что нам нет особого смысла просто оттуда пойдут мобы скорее всего мы видим что этот элементарь спит он нас не видите соответственно смысл нам его будить когда мы будем готовы мы его разбудим можно сделать следующим образом дротик 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 обычный смазать холодом теперь взять дротик холода эти дротики покрыты веществом на основе ледяной замораживаются ли при попадании бросить и еще раз бросить где он вот но если бы он попал бы он и был скорее всего убил бы но дротики в миличной дистанции как показала практика очень слабый за исключением там есть персонажа вот опять же мы видим дистанцию он если нас видит чтобы шли случаев бывает он начнется на стрелять нам это не нужно чтобы он у нас стрелял мы отступаем за дверь стоим ждем его несколько ходов видим что у нас обнаружился бьем его именно в двери бьем то что в двери у него меньше шансов по нам попасть периодически прозваниваем пол потому что могут быть очень сильные ловушки которые нам испортят жизнь особенно на высоком уровне чем выше уровень тем больше вероятность того что у нас будут ловушки это дезинтегрирующая ловушка при активации это ловушка пронзит ближайшую дезинтегрирующим лучами нанося огромный уничтожая пропавшие предметы то есть это достаточно сильная ловушка это как палочка дезинтеграции только еще с со сносом предметов у нас есть ключ железный и у нас есть дверь идем в дверь что-то мне подсказываешь это скорее чего химик будет ну посмотрим зашли и да это алхимик видим голема убираем голема потому что нам нужно накопить 5 жетонов у нас пока только 3 у нас как раз жетоны покоя стуз на големах и плюс големов опыт идет в текущий момент времени у нас 6 энергии делаем как делается по сути ну вы по сути откроете всем что вам нужно делать рекомендуют именно мясной пирог нажали поражали съели про еду временно забыли зашли нажали что вам нужно сделали так ближайший у нас будет босс вы не знаете что из за босс поэтому собирайте то что посчитаете нужным рекомендую практически на каждого босса экипировать эликсир зловония и эликсир крови дракона это вот это иммунитет от огня вот это иммунитет от яда обе вещи рекомендуется к использованию очень сильная штука если у вас как раз а проблемы с новыми вот использовать искажения постоянно но мы его используем редко наша задача сейчас под собрать посмотрите первых что у нас по инвентарю в целом в очень много зельев огня сейчас мы будем переделывать кстати это и зелья токсического газа переделываем получается развеиваем одно развиваем второе там нужно 10 чтобы сделать этот сначала сделать их алхимический катализатор не советую зелень и визы перед перекрафчивать это холода уж перекрафчивать а из семечек оптимально всего перекрафчивать именно яд гонус на мох который потому что я очень реже всего использую обычно и еще один катализатор нужен для того чтобы сделать яд на этот то есть берем опять же этот берем этот катализатор готова берем катализатор при катализатор позже берем огонь поражали огонь это зелье драконьего пламени зелье драконьего пламени катализатор нажали эликсир огня есть катализатор зелье огня не хватает магии расщепили это же токсическое прожали эликсир зловония готов два основных которые вам понравится в любом случае большинстве случаев они либо помогают вам но не мешают точно теперь смотрим 4 нужно чтобы сделать зелье избавления смотрим значит нам нужно найти 4 что у нас осталось по сути можно весь холод и избавиться от холода 1 2 3 4 избавились от холода смотрим что нам еще по свиткам нужно что касаемо свитка ярости достаточно сильный свиток при прочтении вызове трех привлекающий внимание вводящий в ярость того кто уже есть и его грейджи на версии свиток вызова то очень сильный свиток я его периодически использовал ставится арена которая у вас не будет просто ну вот написано когда прочтен свиток свиток издаст гренки рев который привлечет врагов приштавшим и создастся тем временем маленькую арену вокруг него арена классная вещь но на босс фанатом минимальная то есть если вы сомневаетесь лучше ставьте арену свитком вызове не заморачивайтесь но учитывая то шум и доспех достаточно силен я думаю мы арену ставить не будем мы будем делать из него свиток агрессии это косни камень агрессии хорошая вещь рекомендую у нас только свиток возмездие рекомендуется делать именно ментальный удар потому что сумме зельем ментальный удар с зельем с покажу вот этим вот он называется зелье ментального зрения и ментальный удар сумме дают очень сильный профит помогал рекомендуется его именно использовать для этого нам нужно что-то развеять ведьмин стебе рекомендую оставить в крайних ситуациях он и вас спасет камень интуиции нужен на начале в лейте он по сути говоря бесполезен будет для вас также нам нужно сейчас я скажу а вот это называется пустофрукт соединяя его семечки черного цвета это будет как зелье опыта которая вот она которая нам понадобится позже их нам понадобится минимум две штуки но лучше больше конечно учит это шума пока здесь рекомендуется еще еще затарится тот же гусс на мох например запихнуть либо посмотрим что у нас водная регенерация на концовку нужно понадобится по сути пока все а если что-то найду я вам расскажу продолжаем движение может понадобится но учитывая то что нам особо переживать нечего просто нажимаем нам повезло нам дали слабость теперь идем туда куда изначально не хотели идти открыли смотрим что-то верх мы не знаем что это смотрим прозваниваем полы обязательно чтобы не наступить на ловушку это звезда цвет вот тоже самое черное зелье которым я говорил до этого на пару минут это семя ловко она вам даст семян много разнообразных достаточно хорошая штука рекомендую использовать постоянно тут ловец росы он даст много росы и семилов кому даст много семян поэтому встаем на росу и он нам выдаст сборную солянку учитывая то что у нас уже бурдюк полный нам нет особого смысла ну эту в принципе можно нажать звезда цвет но он по своей сути данный момент нам не актуален он очень сильно актуален когда у вас есть скорость здесь не зелье скорости а этот кольцо скорости он прямо ух количество ходов прям зашкаливающий чем сильнее кольцо прокачано тем лучше а так он для нас бесполезен данный момент он дает эффект вашу точность увеличивает и уклонение на 30 ходов а эти 30 ходов зелем скорости чине зелем а ну и зелем тоже а с кольцом скорости он прямо ух растягивает до невозможности вы просто будете бегать как не в себе вот опять же мы видим кого видим двор фа монаха достаточно сильный экспонатами личном бою с ним драться не рекомендуется в мире но он опять же он сфокусировался то есть мы его не пробьем чем бы мы не пытались за исключением магии поэтому с него надо снимать парирование мы получаем опыт только за големов данный момент поэтому опять же мы видим огневика огневики летают поэтому даже если мы его подтолкнем через палочку взрывной волны она нам не поможет никак поэтому единственно что я бы порекомендовал приморозить это чудо то есть вы как минимум ее от него можете под половиной хп его избавиться можете просто зелья холода кинуть но тратится вы жили на одного это сомнительнейший сам простой способ подождать его либо через инвиз либо в дверях но желательно искать воду если воды в ближайших окружности нету через щиты максимальное количество щитов собираете и просто бейте это чудо даже если она у вас ударит огнем не огнем от него сможете избавиться потому что щиты подавит и голем опять же тот кто нам нужен у нас как раз с плюс один будет у нас нас данный момент 4 жетона нужно 5 опять же прозваниваю местность не забываем мол то что за них опыт дают так нам сейчас еще и кольцо предприимчивый без даст он да ты мой герой насчет награды у меня нет при себе наличных но есть кое-что получше я дарю тебе это кольцо наша семейная реликвия это она досталась мне от дедушки он снял его с пальца мертвого паладина но ты за предприимчивый без увидимся убийца и это кольцо скорости вот о чем я и говорил самое сильное кольцо это кольцо скорости потому что она вам даст просто тьму преимуществ его рекомендуется если у вас она есть рекомендуется качать в первую очередь также одевать потому что она по сути говоря самое сильное для вас будет мог бы просто будут стоять и чем сильнее она будет прокачана тем комфортнее вам будет играть опять же прозваниваем местность не забываем потому что если вы напаритесь на конь ловушку который вам даром не уперлась вот опять же мы видим двух стоящих но тут есть дезинтегрирующая ловушкам тут написано что она уничтожит пропа попавший в нее предмет и соответственно нам нет особого смысла кидать нее предметы мы можем кинуть палочкой и всю и пускай разбирается достаточно сильный мог но его в идеале лучше сталкивать потому что с него может что-то дропнулся но лучше особо не рисковать скинуть его и пускай летит там на расчет с него выпадет вам там нас на следующем уровне выдают тут опять же стоит активировать сразу например тот же энергетически и замедлить это хочу пока вот опять же у него эффект покалечен на 5 ходов благодаря дротику но учитывая то что у него эффект сфокусирован мы просто не сможем его ударить какой был урон от нас не пришел на нам нужно сбить физический урон его естественным мы можем бить его только магии тут два варианта развития события вы бьете его физой например любой любым метательным оружием который сбивает ему эту фокусировку скажем элементарными метательный нож который вот он его парирует и теперь фокусировка закончилась у него теперь нет фокусировки осталось чисто покалеченности мишень шумного воткнута и мы его я просто забираем он нас потерял из вида у нас просто потерял из вида все избавились от этого инвест нет не обязательно важнее чтобы он стоял ближе к пропасти и мы его просто подтолкнули да вы потеряли палочку с этим никто не спорит но вам ее вернуть дротик вы вам ее вернут вот этот дротик если бы с него что-то еще у дропнуть вам бы это вернули просто на следующем уровне все бы нашлось поэтому как-то так рекомендуется максимально прожимаем предсказание вам больше нечего предсказывать яркий свет предвидение можно нажать и она на 400 ходов предвидение заменит вам свиток магической карты то есть это его по сути грейджиная версия учитывая что мы уровень знаем и так поэтому нам особо и нет смысла его магической карты прозванивать а вот предвидение но она может помочь перспективе еще поэтому на сегодня все всем спасибо всем пока